Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 26 апреля. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта, в принципе британский фунт, отреагировали достаточно интересно на данные по американской экономике. Вышел у нас вчера отчет по изменению объема ВВП за первый квартал этого года и после роста на 3,4. В четвертом квартале американская экономика продемонстрировала рост лишь на 1,6 вопреки прогнозу 2,5% и видим, что на все это евро и британский фунт отреагировали покупками, отреагировали ростом. Да, были попытки медведей как-то развернуть рынок в свою сторону, но очень быстро выбрали евро в районе 0,682, обращал внимание на этот уровень. Фунт откупили на 2,475 и видим, что шансы на продолжение в следующей тенденции сохраняются и сохраняются довольно неплохие и поможет с этим наверняка сегодняшняя фундаментальная статистика. Давайте о ней сразу с вами и поговорим. В первой половине дня у нас изменение агрегата М3 денежной массы, объем кредитования частного сектора еврозоны. В принципе, не особо представляет интерес эта статистика и очевидно, что акцент будет смещен на основной индекс расходов наличного потребления. Это предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы по инфляции. Прогнозируется годовое снижение до 2,6% с 2,8% роста в марте по сравнению с февралем 0,3%, как и месяцем ранее. Если данные кажутся выше прогнозов экономистов и на фоне быстро теряющего темпы роста экономики, конечно же, в Федеральной резервной системе придется всерьез задуматься над тем, что все-таки процентные ставки надо снижать, но делать это нужно осторожно. С одной стороны, экономика уже подвергается серьезным испытаниям, а инфляция не собирается снижаться, не собирается возвращаться к целевому уровню 2%. И это, конечно, поставит очень сложное положение Центральный банк. Если у нас инфляция продемонстрирует наоборот снижение, индекс расходов наличного потребления упадет, то, скорее всего, вносить изменения в Федеральную резервную политику не будет даже на фоне небольшого замедления темпов экономического роста. И очевидно, что акцент будет смещен на все-таки вторую половину этого года, где уже более активные действия ФРС позволят внести изменения в рынок. Также обратить внимание нужно на изменение расходов населения и на изменение доходов. Расходы, рост расходов определенно спровоцирует также сохранение высокоинфляционного давления, как и, в принципе, рост доходов, который может продолжиться на фоне стабильного американского рынка труда. В общем, все указывает на то, что экономика пока хоть и демонстрирует небольшое замедление темпов роста, но они были ожидаемы. И все это может вместе с замедлением темпов роста, замедлением уровня расходов и доходов населения положительно сказаться на инфляции, что позволит все-таки ФРС понизить рано или поздно ставки в этом году. Напомню, что после последнего заседания пошли слухи о том, что если так все продолжится, то первое снижение процентов ставок может быть перенесено на следующий год. На этом фоне американский доллар, собственно, и демонстрировал в последнее время достаточно неплохую силу. Кроме этого, индекс настроения потребителей от университета Мичигана прогнозируется 77,9 без изменений. Инфляционные ожидания, рост этого показателя, сами понимаете, будет на стороне покупателей американского доллара. Теперь, что касается у нас непосредственно технической картины. Сумели быки вчера вернуть 0,717. На этот уровень я сделаю сегодня и акцент. Снижение формирования ложного пробоя будет хорошей точкой входа в продолжение развития восходящей тенденции. И все-таки, я думаю, мы должны дотянуть до 0,754 сегодня, где активная защита продавцов даст точку входа в короткие позиции. Если быки никак не проявляют себя в районе 0,717, прорыв с обратным тестом снизу верхнего диапазона, все это приведет к более крупной распродаже уже в район 0,682. Где ожидаю вновь проявления покупателей, так как упустив этот уровень, можно и упустить всю инициативу. Длинные позиции на оскок 0,639 в расчете на коррекцию в 35-40 пунктов. Если медведи себя не проявляют на 0,754, закрепление выше этого диапазона и слабая статистика по США могут спровоцировать рост к 0,779-0,798. Посмотрю продажи на оскок с движением 25-30 пунктов. Ну а короткие позиции от 0,779 как от 0,754 только при формировании ложного пробоя. Что касается британского фунта, здесь в принципе история ровно такая же. Ожидаю проявления покупателей в случае снижения на 0,2478. Ложный пробой здесь даст точку входа в длинные позиции. Ну а если все-таки быки с третьего раза заберут 25-24, прорыв с обратным тестом, проторговка на этом уровне. Все это хорошие точки входа в длинные позиции в расчете на 25,73 и даже 26,21. Но это уже после данных по США, где посмотрю продажи на оскок с коррекцией в 35-40 пунктов. Короткие позиции 25,73 и 25,24 при неудачном закреплении приведут к распродаже на 24,78. Ну а если быки себя здесь не проявят и выйдет у нас статистика о росте инфляции в США, то все это придет к падению на 24,28 и даже 23,83, где посмотрю покупки на оскок с движением в 35-40 пунктов. Длинные позиции 24,28, 24,78 конечно только после формирования ложного пробоя. Всем удачи и хороших выходных!